Девушки отдыхают Всем привет! Всем здрасте! Сегодня у нас снова Бетроид. Как я уже написал, надеюсь в этот раз будет все гораздо проще, чем в прошлые разы в плане жизни персонажа и всего остального. Но посмотрим. Всем приятного просмотра! А мы начинаем. Начнем мы с опроса. Что она от нас хочет? Не хотите пройти его сейчас? Ну давай попробуем. Начнем. Вы могли бы влюбиться в андроида, который похож на человека? Ммм. Какой странный вопрос. Допустимые романтические отношения с андроида похожи на человека. Да. Может ли технический прогресс представлять угрозу человечеству? Да. Вы отправляетесь на необитаемый остров и можете взять один предмет. Что возьмете? Книгу, сотовый телефон, ручку и бумагу, игровую консоль, музыкальный инструмент. Ну, если ручка и бумага не в одном экземпляре, то я, пожалуй, наверное, выберу ручку и бумагу. Если это, к примеру, пачка бумаги и несколько ручек. Ну, или книгу. Если... Ну, возьмем ручку и бумагу. Как вы думаете, у вас есть зависимость от технологии? От технологии? Скорее, нет. Развитие какой технологии вы ждете больше всего? Андроиды, летающие автомобили, космический туризм. Не знаю. Устройство с подключением к мозгу. Вы верите в Бога? Тяжелый вопрос. В моем случае тяжелый вопрос. Да, я верю в Бога, но не верю в Библию. Отвечу да. Вы бы доверили андроиду своих детей? Да. Сколько времени в день вы проводите, пользуясь электронным устройством? Учитывая то, что я написал, что я независим, но я провожу 99% своего времени за электронным устройством, то отмечу один час. Вы бы согласились на то, чтобы хирургическую операцию вам провел андроид? Это всего лишь игра, это всего лишь обычный вопрос, опросник непонятный. Но мне почему-то сложно ответить на этот вопрос. Скорее нет, чем да. Но врачи иногда бывают такие некомпетентные. Как по-вашему, машина может развить сознание? Да. Для вас допустим архитические отношения с андроидом. 60% мира ответили «да». 68%. Да. 16 книгу, 25 сотовый телефон. Что делать на безлюдном острове, необитаемом острове, с сотовым телефоном? Вот мне интересно. Игровая консоль, 10%. Вот этот человек, наверное, написал, что он независим от технологий. Окей. 75% написали «да». Я не врал, если что. 31 устройство к мозгу. Хорошо. Доверили андроиду жизнь, да. Но вот этот вопрос, он с подвохом. Потому что здесь андроид ответственен за жизнь ребенка. И, вычитывая этот факт, он прям хочет, навязывает сказать «да». Потому что здесь андроид достаточно очень хорошо обходится с ребенком, учитывая то, что он спас ребенку жизнь. Сколько времени в день? 1 час 2%. Ну, я скажу, что я солгал. Но об этом никто не узнает. Вы бы смогли, чтобы хирургическую гибрацию вам провел андроид? 71% сказали «да». И я очень мешкался в этом ответе. Хорошо. Мне понравился. Привет. И тебе привет. Продолжим. Вот бы каждый вход в игру начинался с такого опроса, но чтобы вопросы были постоянно разные. Это... Это интересно. Так, враждебный Хэнк. Отношения с Хэнком у нас не очень складываются. Как он слышит эту музыку? И этот человек еще любит джаз. Я ни в коем случае его не критикую. Каждый вправе выбирать то, что ему нравится. Мы идем мириться с Хэнком. Туда нам нельзя. Ага. Очередной журнал. Мистер Камски. Сейчас, секундочку. Так, ну что, Хэнк. Идем мириться. Я, правда, уже не помню, за что. Красиво тут, а. За что он на нас взял? Я сюда часто приходил, но... Вы позволите личный вопрос, лейтенант? Вы все любите личные вопросы, или ты один такой, уникальный? А, во время помоги, Сэнда. Да, я понял. Почему вы так упорно хотите себя убить? Бывает то, что нельзя забыть. Что бы я ни делал, оно со мной. Гложет меня. Пулю в лоб пустить духу не хватает. Приходится убивать себя понемногу. А, нет. Мы ж после этого уже... Тебе это намерение сложно понять, Коннор. Не слишком-то рационально. Он прям расстроился при виде, когда я выстрелил в рыжую, а потом синеволосая выстрелилась. Вам следует перестать пить. Вы можете серьезно подорвать свое с дороги. Так в том-то и суть. Расследование застряло в мертвой точке. У девиантов ничего общего. Это разные модели, произведены в разное время, в разных местах. Ну, должна же быть связь. Есть кое-что общее. Они все говорят про РА-9. У них это как будто... миф. Изобретенное понятие, не существовавшее в программе. Андроиды придумали себе бога. Скорее спросите. Девчонки просто хотели быть вместе. Они прямо были влюблены. Они могут симулировать эмоции. Но они машины. А машины ничего не чувствуют. Ну а сам-то ты, Коннор. Ты у нас вроде на вид человек. А на самом-то деле что? Я могу быть всем, чем прикажете. Напарником. Вашим собутыльником. Или просто машиной, которая исполняет задачу. Ничего у тебя не ёкнуло, когда она себя убила? Или тебе, как всегда, на всё посрать, а? Разумеется, я не испытывал эмоций. Я машина. Машины ничего не чувствуют. А я вот тебя убью. И ты потом снова явишься, как ни в чём не бывало. Но ты же боишься смерти, Коннор. Что-то у меня не заладилось. С самого начала. Этого делать не стоит. Моё уничтожение плохо отразится на расследовании, а также на вашей личной и финансовой ситуации. Что будет, если я спущу курок? Ничего? Пустота? Рай для роботов? Вряд ли у андроидов есть рай. Экзистенциальные сомнения, Коннор? А ты не превращаешься в Девианда? Я регулярно себя тестирую. И точно знаю, кто я такой. Как-то... С самого начала всё пошло не по плану. Пора переписывать название. КОНЕЦ 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 Ну, я бы действовал немножко по-другому. Хотя, кто знает. Ну, да. Всё возможно, что моя статистика была бы не самой лучшей. Почему с ними всеми... ...отношениями нейтральными? Мы же вроде уже были дружелюбными. Мы сами подставимся под удар. Хотим свободы, надо иметь смелость её потребовать. А иначе никак. Что ты предлагаешь? Канал 16 вещает из башни Стрэдфорд. Пульт на верхнем этаже. Туда нам и надо. КОНЕЦ 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 Нам просто нужно в этом Коннере убить всё андроидное. Мы распланируем всё до мельчайших деталей. Нельзя оболагаться на удачу. Сделать из него настоящего человека. Ого сики. Приветики. Добраться до 47 этажа. Получить доступ в регистратуре. Хорошо. Хорошо. Так, у нас есть. У нас есть. Так. Они уже не берегутся. Они уже боятся меня. Хе-хе-хе. Хе-хе. Им нужно спасаться. Смарт-часы. Окей. Фотография ребёнка. Смарт-часы. Окей. Фотография ребёнка. Нет, нельзя. Она одна? Она одна. А, наверное, до этого можно было. Она одна. Мне нужна помощь. Проходите, пожалуйста. Лифты будут сразу за охраной. Спасибо. Вы очень добры. Спасибо. Так, что у нас там открылось? Ага, воспользуется лифт. Ну, это мы можем. Найти бы его. Какой модный лифт. Нам тут. А куда нам нужно? Мужской туалет. Где уборные комнаты? Вон. Значит, сейчас. Сюда. Потом сюда. Да. Надеюсь, это была мужская комната. Пачка бумаги. Мужская комната. Здесь надо. Всё. До bolt. Здесь надо. Сюда. Как он выглядит, сервисный андроид? То явно человек. Новости. Студия. 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 Сервер. Ром. Вон. Но мы сюда зайти не можем, да? Ну да. Почему? Потому что у нас нету доступа. Потому что у нас нету доступа. Это все люди. Я вообще не могу почитать журнал. Один. Стоит. Стоит. Я не могу почитать. Я очень хочу. Я не могу почитать. Так, этот малыш нам не поможет. В студии нам делать нечего. Тут тоже. Здесь люди. Может он вообще не на этом этаже? Далестная комната 1. Я думаю, он должен быть одет так же, как я. Я думаю, сходи в сапоги. Если тут тележка, значит должен быть... Я андроид-работник. Вон. Спрятался. Мне нужна помощь. От меня. Спасибо. И я андроиджу. Я так понимаю, камера тут неспроста. Да, вот так смотрят на меня. Надо было... Ходить так, чтобы они меня не замечали. Так, в сервер. Так, в сервер. Надо избавиться от этого. У нас тут не было. Я три круга здесь сделал. Не было здесь никого. Я не понял, что за херня? Слышь, Руклить, ты работать-то будешь? Так, на тебе платформа, на мне окно. Все, что нужно, в сумке. Займись дверью, надо, чтобы никто не вошел. Займись дверью, надо, чтобы никто не вошел. Займись дверью, надо, чтобы никто не вошел. Займись дверью. Займись дверью. Займись дверью. Займись дверью. Хотя может там еще что-то можно было посмотреть по Северант, что-то взломать, может можно было, но я как-то полез сразу в окно. Прям мы все невыполнимы, какая-то. Прям мы все невыполнимы. Как она так быстро удрала вперед от меня? Прям мы все невыполнимы. Прям мы все невыполнимы. Прям мы все невыполнимы. Задело. Мы тут, значит, пробирались. Черт знает как, непонятно. Они просто посидели в лифте и все. Так всегда. Не особо громко она и взрывается. КОНЕЦ Не убивать. Мы не должны убивать людей. Наша цель важнее двух охранников. Что делать, Маркус? Ждите здесь. Это здесь откуда? Без понятий. Эй, дружок, ты потерялся? Кто тебя сюда прислал? Да он сломался, походу. Эй, ты понимаешь, что я говорю? Сообщи в центр, скорее! Тревога, вооруженное вторжение! Они знают, что мы здесь. Надо спешить. В Саймона попались! Ничего, будет жить. Ничего, идти могу. У нас мало времени. У нас мало времени. У нас мало времени. Продолжение следует... 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 Ну, только у этого, вроде, как красный индикатор. Летняга, Коннор. Что нужно сделать? Что нужно сделать? А, нож вытащить. Нужно добраться до этого модуля. Тяжелая у него судьба, у этого Коннора. Вечно ему... Не везет. С самого начала. Он говорил 60 секунд, а это... Все, конечно, по плану. У Коннора иначе быть не может. Но то у нас, кстати, было последнее действие. Я так понимаю, если бы мы ошиблись, то... Прикрыться федералом. Нет, взять пистолет. Спасти Хэнка. Атаковать. Ну, давайте спасем Хэнка. Коннор. Как всегда. Ах, ты бедняк. Ох уж этот Коннор. А этот так и на крыше и сидит. И никто до него так и не добрался. Получается... Получается... Мы сделали правильный шаг, что не убили его и просто оставили. Так, и какой у нас тут был путь? А что это в начале прям? Прослушать брифинга. Из-за брифинга мы пропустили что-то в начале. Ну, ладно. Это, я так понимаю, развязка событий, которая ведет на крышу. Мы могли умереть еще раньше, получается, если бы здесь вот прям так все быстро заканчивается. До кухни еще. Как-то там могло все быстрее закончиться. Хорошо. Хорошо. О, это Кара. В прошлый раз мы были в парке развлечений у нас. Завершились события. Туда нельзя. Хорошо. Здравствуйте. Я ищу Роуз. Она здесь? Зачем она вам? Мне надо поговорить. Она не хочет говорить. Уходите. Пожалуйста, это очень важно. Что она не хочет? Я Роуз. Здрасте. Вы меня ищите? Да. Мне сказали, вы нам поможете. Помогу? Да. А, это она должна нас переправить. Как-то враждебно устроен этот парень. Думаешь, им можно верить? У нас нет выбора. А, у тебя всегда нет выбора. Ты как? Ее замерзло. Иди в дом. Зайдем в дом. Кажется, ты гласили. И сразу согреешься. Заболела. Входите. Как тебя зовут? Алиса. Заболела. Да у нее температура. Мы ночевали под открытым небом. Она устала. Наверху свободная комната. Уложи-ка ее в постель, а я принесу поесть. Адам. Проводи их наверх. Адам Андроид? Ну да. Да. С честью умер. Но мы могли не умирать. Мы могли его атаковать. Тогда бы умер Хэнк. А поесть? Сколько мы уже в дороге? Неделю? И она еще ни разу ничего не ела. Со мной все хорошо. Нам нельзя останавливаться. Надо перебраться через границу. Почему люди нас ненавидят? Мы ничего им не сделали. Люди бывают сложными. Иногда их очень нелегко понять. Почему нельзя просто поговорить? Они поймут, что мы хорошие. Может, когда-нибудь поймут. Не знаю, что ты любишь, но я тут тебе принесла свои фирменные спагетти. Ты мигом станешь на ноги. Вкуснятина. А это от температуры. Спасибо. Нет ничего лучше спагетти. Одежду я постираю. Тебе надо поесть. Ты уже давно ничего не ела. Хоть попытайся. Если что понадобится, я внизу. Ты давай поспи. И завтра станешь сильнее меня. Я с ней побуду. Побудь. Что у нас тут еще есть? Так. Поговорить с Роуз. Хорошо. Пойдемте поговорим с Роуз. Пойдемте. 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 Так. А тебя как зовут? Я Кэра. Кэра. Это мой сын Адам. Я Роуз. Ну ты и так знаешь. Присядь с нами. Благодарю. Ну расскажи мне, как вы сюда попали. Девиант и ребенок. Отец ее избивал. И когда я это увидела, у меня внутри что-то сломалось. Почему-то ее жизнь вдруг стала важнее моей. Я хотела ее защитить. И мы сбежали. Я поняла. Почему вы помогаете? Люди чаще нас ненавидят. Было время, когда и к моим сородичам относились как к скоту. Нередко выживали только те из нас, кому помогали добрые люди. Вы с сыном вдвоем живете? Мой муж умер два года назад. А мы с сыном крутимся как умеем. Вот овощи выращиваем на продажу. Живем небогато, но еда на столе всегда есть. Какой-то сын мутный, несчастливый, необщительный. Не знаю, как вас благодарить. Алиса бы не вынесла еще ночь на улице. Я просто стараюсь выручить, где могу. Говорят, вы переправляете андроидов через границу. Нам поможете? Опа, она как-то это насторожилась. Единственный путь по реке. А зимой она замерзает. Это очень рискованно. А после ролика того андроида по телевизору, все теперь на нервах. Я думаю, вам лучше переждать здесь, пока все не уляжется. Мы не можем жить в бегах. Алисе нужен дом и нормальная жизнь. Нам надо через границу. Как угодно. Там было настоять, она бы это... Настойчиво, наверное, я сказала, что она на границе, через границу перейти. Я этого не хотел. Скорее подойди! Здрасте. А ты кто? Тебе тут быть не должно. Полиция? По нашему следу? Что происходит? Там Мэри. Она отключилась. Опа. Мы сбежали вместе. Все мечтали, как мы будем жить на свободе. Я ее люблю больше всего на свете. Как жить без нее? Не, ну это вроде нормально. Вот по сравнению с тем мужиком, который нам первый должен был помочь, вот тот был подозрительный с самого начала. Начиная с его дома... Алиса, а ты что делаешь? Иди спать. Что ты делаешь? Тебе надо спать. Я не хочу спать. Ходит, как медведь маленький. Косолапый. Вот о чем говорил Лютер. Она его успокоила. Она больше не хотела оставаться в комнате. Все в порядке? В порядке. Мультики. Нельзя их прятать. После всего, что сегодня случилось. Слишком опасно. Знаешь, что будет, если полиция их найдет? Нас посадят, мам. Разборки семейные. Разборки семейные. Мы мне платить не должны. Мы это уже обсуждали. Нет. Я больше терпеть не стану. Ты пустя жизнь псу под хвост. Ради этих машин. Они не машины. Они живые. Я живой. Ты живая. А они... Они роботы. Совсем маленькая такая успокоительная. И ты бы этого не делала, был бы папа с нами. А ну не смей говорить со мной в таком тоне. Я не пойду в тюрьму. За то, что ты с ними бойся. Успокоительная. Все, хватит! Ты не слушай. На него просто иногда находит. Он никак не смирится, что отца нет. Он хороший мальчик. Только немножко подозрительный. Я пойду выяснил, удастся ли переправить вас сегодня. Ладно? В смысле сегодня? Подождите, я ненадолго. Ребенок ведь болен. Да. Рождество, наверное, не за горами у них. Рождественские носки. И рождественский свитер. Такое я первый раз вижу. Надо сначала осмотреться. А потом уже... А потом уже... Опять война. Опять русские. Почему они везде? Одежда. Тут должны быть книги. Вау, маленькие мамонтенки. Хе-хе. Ну, за окном вроде все спокойно. Дверь прикрыла. Так, в смысле? Я еще не... Полиция! Это полиция! Что нам делать? Они знают, что мы дома. Надо открывать! Забери. Я знал, что этим кончится. Вроде больше ничего девианского мы не видели. Еще есть две. В смысле? Я не видел. Спрятать улик. Какой улик? А. Так. Еще одна. Там журнал. Маленькая такая улика. Скорее, Лютер. Уведи Алису и спрячь. Это было, конечно, не наверху. Но, по идее, они ж не должны. Это частная собственность. Они не имеют права. Я не вижу еще одну улику. А, закрыть дверь. Так. Поговорить с этим парнем можно? Спокойно. Увидя твой страх, все кончено. Ты ведь не хочешь проблем? Не хочешь проблем для мамы? Я смотрел в окно, не было никого. Что за дела? Тогда успокойся. Почему так всегда? И слушай меня. Добрый вечер, мэм. Извините за беспокойство. Нам тут поступили сообщения о неких андроидах. На фоне всей этой истории с девиантами, сами понимаете. Разрешите с вами поговорить? Можно войти? А, конечно. Спасибо. Добрый вечер, юноша. Добрый вечер. Может, чашку кофе? С удовольствием. У вас тут ничего необычного не происходило? Никаких незваных гостей? Нет. Нет ничего особенного. Куда заглядываешь? Без ордера не имеешь права. У меня еще кто-то есть? Нет. Только мы. Какая тут же машина? Интересная. А у вас есть андроиды? Нет. Тут нет никаких андроидов. Маш кофе, сэр. Вот что за человек? Ты хотел поговорить или походить? На здоровье. Пейте ваш кофе и будьте добры, покиньте ее. Наше жилое пространство. Ходит он. Меш пороть. Вы же сказали, в доме больше никого. Я, 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 я забыла, у меня еще, у меня еще дочка наверху. Че они вдруг решили там бегать? Сказали же, сидеть тихо. Как тебя звать, сынок? Адам. Меня зовут Адам. Я за... Все в порядке. Адам. Эти андроиды, они... Он так устал. Весь день сегодня работал в саду. Вы что-нибудь знаете о девиантах? Видели таких? Нет. Нет. Я, я ничего не видел. Как вам кофе, сэр? Пойду я. Спасибо за кофе. До свидания. Хорошего вечера. Вам так же. До свидания. В нам еще кто-то ездит? Кто за люди такие-то? Собака, стиральная машина, ветер. Это ветер. Сквозняк. Это сквозняк. Я, наверное, окно забыла закрыть. Извините за беспокойство. Приятного вечера. До свидания. Пока, Адам. Теперь надо всех тыкнуть носом, что так себя вести нельзя, когда сказали сидеть тихо. Не бойся, Алиса. Все будет хорошо. Эти бейроуз. Те что-то делают. Непорядок вообще. Вы приготовьтесь. Уходим сегодня. Ого, сколько тут вариаций. А где был выбор? Солгать об Алисе. Вот, мы солгали. Если бы она сказала, что Алиса есть в доме, то он мог заподозрить в ней того девианта, который вначале был. Замешан бы все. Наш ролик во всех новостях. Она знает. Они услышали в словах Маркуса угрозу. Он поступил правильно. Люди понимают один язык. Насилие. Конфронтация. Это тупик. Насилием ничего не добьешься. Саймон отдал свою жизнь. Саймон отдал жизнь за нашу цель. Да какая разница? Он герой. Саймон жив. Он погиб за революцию. И он не последний. Я не хочу кровавой революции. Ну, живи рабом. Если не хочешь сражаться за свободу, может, ты ее не заслуживаешь. Но ты не смеешь. Довольно! К сожалению, это правда. Но ни одна революция не обходится без крови. В Детройте пять магазинов Киберлайф. Там мы продаемся как товары. Мы нападем на магазины и освободим наших. На магазины? Мы никогда так не делали. Они же под охраной. И везде сигнализация. Разделимся на пять групп на каждый магазин. Взломаем их охранную систему и нападем одновременно, в два часа ночи, без насилия. Освободим наших, уведем их до появления полиции. Эту ночь наш народ запомнит надолго. Я так долго этого ждала. Сюда, быстро! Порядок, они уехали. На месте полиции, наверное, еще больше. Надо осторожнее. Вон магазин. Мы для них вещей. Просто товар, выставленный в витринах. Наскоро мы им покажем. Выпускаем. Действуем по плану. Отключим охранную систему и захватим магазин. У нас 10 минут до атаки. Ого. Ну так чего ждем? Так. Раз, два. Ого, сколько действий можно сделать. Остановка нам не нужна. Надо зачистить площадь, чтобы никто нам не мешал. А что будем делать с витриной? Не сейчас, не все сразу. Так, и что дальше? А-а-а. Полицейский дрон. Надо его убрать. Так просто не достанешь. Это же роботы, поэтому... Они тут все на одно лицо могут быть. Поэтому мне тот кажется... Он ходит по кругу. Один? Или их несколько? Слишком высоко. Слишком далеко. Слишком далеко. Вот. Вот идеальное место. Ну, че встал. Нет, тут мы не успеем. Значит, сюда. Значит, сюда. Сюда. Надеюсь, он не успел вызвать копов. Скоро узнаем. Ты в свободе. Вот это был бы хороший таран. А, там еще один на остановке был. Ты свободен. Маркус! Что такое? Что кричишь? Что по времени? Ты свободен. Все, теперь даем угонять тарана. Сигнализацию видишь? Ты что? За стеклом железные ставни. Будет сложно попасть внутрь. Нашел. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... нужно сбежать маркус что ты делаешь я отправлю людям сообщение они будут делать то же что и ты веди они последуют экраны маркус все это надежды нашла но ряды предостережите мы будем сражаться на свои права а потом будет все за справедливостью пока мы не будем спокойны вам не будем спокойны а Продолжение следует... 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 спасибо что смотрели увидимся в следующий раз до новых встреч всем пока